Час контроля проводится раз в месяц, но точную дату заранее не знает никто. На ковер губернатору приглашают всех его заместителей, руководителей краевых министерств и глав районов. Контрольное управление, которое напрямую подчиняется Венимину Кондратьеву, готовит подробный анализ исполнения всех поручений. С начала года их больше 400. За невыполнение одного из них, своевременной работы с гражданами, выговор сегодня получила администрация Горячего Ключа. Ее сотрудники бумаги с жалобами людей просто складывали в угол. 46 обращений граждан, которые поступили в администрацию муниципального образования Горячего Ключа, они вообще не рассмотрены. То есть поступили, их сложили, зарегистрировали, ни ответа, ничего, никаких мер принято не было. 20 обращений были рассмотрены с нарушением установленного законом срока. Это абсолютно вопиющий факт. Люди пишут, они надеются. Когда отписки делают и когда это и то мы пресекаем, но когда складывают в стопки и абсолютно не реагируют на жалобы людей, это уже ни в какие рамки не лезет и здесь просто так разговором не закончится. Действительно мы выявили сами эту проблему. У нас обнаружился такой факт, что утаивались какие-то там жалобы. Сегодня данные сотрудники уволены, проводим служебную проверку в этом направлении и быстренько пытаемся эту ситуацию исправить. Я еще раз подчеркиваю, коллеги, равнодушие это самое основное, что подрывает авторитет власти, авторитет главы района по отношению к собственному населению. Вот равнодушия быть не может. Одно из самых долгоиграющих поручений губернатора – благоустройство и разработка проекта по использованию береговой линии на косе долгой. Она будто оправдывает свое название. Решить вопрос в Ейском районе и краевых министерствах не могут с июля прошлого года. Часть пляжей так и остаются необорудованными с непонятным юридическим статусом. Второго шанса решить проблему больше не будет, поставил точку Вениамин Кондратьев. 1 октября конкретно понимание того, что мы будем делать с косой долгой, должно быть. Что мы там можем сделать с точки зрения такого курортного якоря на Ейском побережье. Я надеюсь, что долгая останется только у нас в названии, а все остальное уже будет в активном режиме. Еще один вопрос, который не снимается с контроля губернатора – оплата по государственным контрактам. За полгода задолженность по ним в крае сократилась с 500 миллионов рублей до 3,5. Любые просрочки, по словам Кондратьева, больно бьют по малому и среднему бизнесу, который, выполнив все работы, по сути, остается без средств к существованию. По муниципальным контрактам долгов накопилось больше 200 миллионов рублей. По муниципальным образованиям сегодня осталось на 1 июля кредиторская должность 249 миллионов рублей. Наибольшие из них приходится на 5 муниципальных образований. Тенденция снижения положительного есть везде. Я вам поручаю, вы подготовьте график погашения задолженности муниципальных образований по муниципальным контрактам. Согласуйте его и контролируйте его выполнение. Коллеги, здесь тоже нужен алгоритм. Алгоритм конкретный и результативный. А если мы только говорим, а конкретно у нас нет пошаговых действий, то и не будет никогда результата в итоге наших всех действий. Все озвученные сегодня губернатором задачи занесены в протокол и уже приняты в разработку контрольным управлением. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.